Друзья, всем привет! Меня зовут Оля. Давайте поговорим с вами о чем-нибудь красивом, вернее, о чем-нибудь интересном. В общем, я обещала, что у меня будет часть видео, связанная с бьюти, часть видео, связанная с болтологическими видео. Вот, я решила, что сегодня тот самый день, когда нужно снять видео по поводу того, каких блогеров я смотрю. Но в связи с тем, что у меня цинкнот, мне придется и краситься, и рассказывать вам о том, каких блогеров я посмотрю. У меня сейчас подготовленная кожа, я с утра умылась, нанесла на нее эссенцию от бренда Яда. Вот, подготовила списочек блогеров, которых я смотрю. Вот, и, собственно говоря, готова вам о них рассказывать. Могу смотреть на мои волосы, но я в субботу наконец-то покрашусь, я не буду столь темной, поэтому простите меня за это. Вот, я разделила все видео, которые я смотрю, на два, на два видео, это бьюти-сегмент, не бьюти-сегмент, и у меня получилось ровно 50 блогеров, которых я смотрю, и еще немножечко расскажу о тех блогерах, которые мне не очень нравятся, которые я в какой-то момент смотрела, потом они начали меня бесить. Вот, в общем, из бьюти-сегмента, кто мне очень нравится. Первое, это, конечно же, моя прекрасная Настенька. Я, кстати, начну краситься с глаз. У меня палетка Rose Quartz. Моя прекрасная Настенька, мы с ней очень сильно подружились на YouTube. В качестве базы я использую вот такую вот тень кремовую от бренда Shisei. Это называется Paper Light Cream Eye Color. У меня в оттенке Nubara Pink. Дело в том, что у меня закончилась база прозрачная, и я решила, что надо заканчивать все мои кремовые тени, поэтому я сейчас все лето буду использовать их. В общем, у Насти очень прикольный контент. Она снимает интересные видеообзоры, проект пены и так далее, но у нее есть несколько видео с креативными макияжами. То она череп на лице рисовала, то она делала очень крутой макияж. У нас с ней был челлендж 30 дней макияжа, и она там делала по лавкрафту просто потрясающие мейки. Зайдите к ней на ее телеграм-канал. Он называется, по-моему, так же, как и ее канал, либо там у нее под видео где-нибудь будут ссылки. Короче, посмотрите, как это выглядит. Очень талантливая девочка, безумно мне нравится, как она и канал ведет, и на лице рисует, и вообще хороший человек. Из тех, кого я смотрю, я всегда жду видео Веронички-косметички. Очень-очень люблю ее контент. Она живет в Бахрейне. Вот, как я поняла, она то ли из эмигрантов, то ли из кого-то. Короче, в России она жила или не жила, не знаю, может быть, очень мало, но, короче, она из Германии переехала в Бахрейн. Вот, она работает в авиации и, собственно говоря, там живет. И вот она рассказывает про жизнь в Бахрейне очень мало, но про косметику очень много. У нее очень большая коллекция косметики. Вот, она постоянно ее перебирает. Вот сегодня вышло видео про ее, типа, Project Pen старье, по-моему, называется этот вид видео. Ну, короче, безумно нравится на нее смотреть, плюс к всему она очень такая какая-то ладненькая, приятненькая, такая вот блондиночка, с очень приятным тембром голоса. Обожаю ее смотреть. Марин Лакш, я думаю, что Мариночку знают все, но на самом деле из всех крупных блогеров я, наверное, осталась подписана только на нее, потому что от Наталины я отписалась, потому что этот поток рекламы, честно говоря, смотреть уже просто больше невыносимо. Этот поток лицемерия смотреть, если честно, невыносимо, потому что меня, блядь, меня так пригорала жопа, когда она выпустила пост после того, как началась спецоперация о том, что, типа, вот, в России жить невозможно, я поддерживаю оппозицию, я постоянно хожу там на всякие митинги, хуитинги, короче, меня все так бесит. И я не знаю, ключевая фраза, я не знаю, как снимать контент в этой стране. Хуяк, смотрю, а у нее видео раз в неделю выходит, причем у нее это явные коллаборации с L'Oreal, потому что аналогичное видео вышло у Red Autumn, вот, ну, то есть, и это было просто, ну, вот, такой поток лицемерия, ну, то есть, типа, ты сейчас обсираешь страну, в которой ты живешь, говоришь о том, что все пидорасы, я Д'Артаньян, говоришь о том, что я не знаю, как в этой обстановке снимать видео, и тут же, блядь, выпускаешь видео. Причем они у нее выходят регулярно раз в неделю. Но она не знает, как выпускать этот контент, понимаете? Ну, меня раздражает эта тема, потому что я на ее канал пришла не для того, чтобы смотреть новости политики, я пришла для того, чтобы смотреть за тем, за косметосиком, иногда за ее собачками, но ее политическое мнение меня не ебет вообще ни разу. Какого хера она его высказывает, мало того, что в такой жесткой форме, так еще и лицемерия. Меня больше всего бесит вот это вот лицемерие о том, что, типа, вот, не знаю, как делать, хуяка выходят рекламные видео. Ну, то есть, типа, бабки я зарабатывать хочу, а играть по правилам не хочу. Олечку Редотом, конечно же, смотрю, очень приятный у нее контент. Я беру вот этот Редит. Очень приятный у нее контент. Да, у нее есть реклама, но, честно говоря, так как Коля вообще не затрагивает никаких политических острых тем, она не вступает ни с кем, ни в какие конфликты, она просто сидит и пилит видео. Все. Вот за это я ее уважаю, обожаю. Я смотрю каждое ее видео, стараюсь лайкать все ее видео, если я не забываю. Я, кстати, это оттенком Редит. Редит я выстраиваю форму. Главный минус этой палетки в том, что какой бы оттенок мы не брали, вот вроде как на Редит смотришь, в нем нет ничего розоватого. Начинаешь наносить на кожу, он становится розовым. Есть не очень популярные блогеры, но я их смотрю регулярно, потому что мне нравится формат подачи, несмотря на то, что некоторые из них могут быть довольно такой, ну как бы провинциально-колхозный. Первый это Лана Светлана. Я обязательно на нее смотрю косметички, потому что мне так нравится наблюдать за прогрессом ее косметики, потому что у нее косметики просто дохудящие. Просто реально очень много. Она как-то считала, у нее, по-моему, порядка тысячи теней. Вот, прям реально супер много. Вот, но она там устраивает тоже всякие проект пены, всякие такие истории. Вот это я смотрю. Она сейчас начала снимать книжный контент. В целом, именно бьюти-ролики мне у нее очень-очень нравятся. Далее, есть еще девочка, ее зовут Эта Ник Симона. Я так подозреваю, что так. Ее зовут Юля. Она тоже снимает бьюти-контент. Она, к сожалению, снимает очень-очень редко, но у нее довольно талантливый. Дальше беру оттенок прэшес, вот этот. Вот, и кладу ниже того оттенка, которым я выстраивала форму. Вот, у нее реально, она прям видно, что она старается, как эти ролики, снять. Это реально очень прям приятно, но снимает очень редко. Поэтому, Юля, если ты когда-нибудь увидишь мое видео, снимай, пожалуйста, почаще, потому что у тебя очень прикольная форма подачи. Далее, очень нравится Таня. Светхобби мейкап. Ну, тоже, кстати, редко снимают, при том, что у нее всегда какие-то очень интересные палетки, хороший обзор, у нее хорошо поставлена речь, она лингвист, как я поняла, по образованию, поэтому реально очень приятно смотреть на ее видео, но редко. Далее. Спорно, Натали Фую, я очень не люблю медленных блогеров, которые говоривают вот так вот, очень тихо, с вот такой вот подачей, как будто бы ты, блядь, сейчас уснешь просто. Но у нее иногда бывают интересные ролики, я, честно говоря, у нее смотрю только ролики про коллекцию косметики, все, больше никакие ролики я у нее не смотрю. У нее там еще какие-то прошмотки выходят, но мы с ней разные комплекции, поэтому мне не очень интересно наблюдать за этим. Далее. Мне очень нравились раньше видео, к сожалению, сейчас не выпускают этот парень видео. Это Максим Дао, кстати, связался, блин, с Наталиной, погорел, при том, что его обвинили в том, что он там какой-то плагиат устроил, типа спиздил какие-то рисунки для ее коллекции, а он как бы такой, типа, я и не подумала, что надо было делать что-то уникальное, ну, как бы, если не было об этом договоренности, как бы, и чё? Вот, и из-за этого его очень долго хейтили, я так думаю, что он из-за этого перестал снимать, вот, при том, что он очень талантливый парень, у него всегда были суперкрутые, креативные, интересные макияжи, беру вот этот оттенок мантра, вот, и плюс ко всему у него всегда был такой интересный контент, я о нем, кстати, вспомнила случайно вчера, вышел в эфир, рассказал, как вообще живет, его спрашивают, типа, ну чё, Макс, будут ли ролики про бьюти-контент, он такой, типа, ну, не знаю, но я так думаю, что он не особо хочет снимать, но, честно говоря, очень-очень жаль, потому что я так думаю, что хомяки Наталина его просто бедного несчастного разорвали, а он прям реально очень молодой парнишка, ему, типа, лет 18, наверное, может быть, 20, ну, то есть, типа, он не такой, чтобы не такой зубастый, как Наталина, но я так думаю, что просто та коллекция, которую придумали Максим и Наталина, они не шли, просто придумали хайп какой-то, и в итоге Наталина, блядь, как всегда, в шоколаде, а Макс остался не удел, очень-очень жаль. Это Miss Mariska 04, я список оставлю внизу, можете потом поискать. У нее тоже, типа, как у Ланы Светланы видео, она там, типа, что-то показывает руками, пустые баночки, зачистки, что-то такое у нее вечно. Я смотрю два канала на английском языке, первый называется Andrea Mateliano, я у нее деклаты рассмотрю в основном, она очень много расхламляет косметики именно для глаз. Тени всякие, помады, для глаз тени и помады, очень очевидно. Вот, и мне еще нравятся такие же видео у Jamie Page. Я подписана еще на Jeffree Star на английском языке, и я его смотрю в оригинале, то есть я ничего не перевожу, я понимаю, что он говорит, но я не могу сказать, что я являюсь прям преданным поклонником его творчества, и что я смотрю прям каждое видео, то есть я смотрю только что-то интересное мне, а такое бывает, к сожалению, не часто. Есть девушка, я ее нашла, ее зовут Оксана Чернова, по-моему, она в России живет или не в России. Короче, она снимает интересные обзоры, не могу сказать, что это прям что-то супер фееричное, но в целом довольно интересный контент, тоже связанный с бьюти. Я снова подписалась на Настю Кейк, я очень долго на нее не была подписана, потом в какой-то момент думаю, блядь, смотреть нечего, пишусь на Настю, это единственная причина, по которой она не подписана. В целом она, у нее очень куцая речь, очень куцая, видимо, она очень мало читает, и поэтому ее не так интересно смотреть, как у кого-нибудь, например, другого было. Я беру оттенок, пусть будет вот этот Moon Magic, это такой фиолетовый дуохром, фиолетовый розовый какой-то, и поэтому ее не очень интересно смотреть. У нее все хорошо со скоростью речи, у нее такая неплохая в целом картинка. Дальше, Мари Визаж. Мне безумно нравились ее ролики, когда она переводила там всякие сериалы, скандалы, это было очень круто. У нее очень толковые ролики про новинки в бьюти-индустрии, прям реально, купить или забить у нее не называются. Господи, какие у нее душные обзоры. Они прям душные. Они прям вот, я захожу, когда на ее канал и вижу обзор на 50 минут, я, конечно, сама этим грешу, но она, во-первых, очень медленно об этом рассказывает, во-вторых, у нее какие-то очень медленные кадры, короче, смотреть на это просто невозможно, поэтому я не люблю ее обзоры, но ее всякие переводы очень-очень нравятся. Еще из английского на английском. Мне, конечно, нравится канал Beauty News, но они очень редко что-то выпускают, поэтому, честно говоря, я от них отписалась. У них были прям крутые видео, мейкап-брейкап, прям вообще супер. Это было так интересно смотреть, когда они там взвешивали всякую косметику, показывали там сколько чего грамм, ну, то есть, типа, это прям реально было прикольно, но что-то в какой-то момент они с этим контентом немножечко сдулись. Так вот коротко я накрасила глаза вот этой палеткой. В целом, ей довольно комфортно пользоваться. Наташа фигуриста, ну, опять-таки, с применным успехом, потому что иногда у нее бывает какая-то супер пафосная манера речи, я не знаю, кто в ней просыпается. Вот, это не очень интересно смотреть, поэтому я периодически от нее отписываюсь и обратно подписываюсь. Я нашла очень интересную девушку, ее зовут Таня Шеремет, она живет на Красной Поляне, они из то ли Новосибирска, то ли из Хабаровска, короче, переехали сначала в Москву, потом в Москве им не понравилось, потом не переехали на юг России. У нее очень много парфюмерных видео, плюс к всему у нее прикольные видео про косметику. Она пользуется в основном люксовой косметикой, но она так интересно рассказывает, прям безумно нравится. Смотрю Дашу Зеленую Макаку, но она тоже очень редко в последнее время выпускает видео, очень прикольная девушка, с очень хорошим чистым юмором, у нее не супер красивая картинка, но за счет того, что она берет какой-то харизмой, прям прикольно смотреть. Смотрю Аксинью, я думаю, что Аксинью знают многие, потому что она прям фанат Мэрилин Монро, стрелки рисую, как всегда, мы видим вот этой подводкой. Нет, смотрите, сколько ее осталось. Вот, она прям фанат Мэрилин Монро, у нее очень много видео про это, у нее прикольное видео вышло про тонатокосметологию, грим и косметику для усопших, ну то есть типа прям реально интересные какие-то видео, ну и плюс к всему я очень люблю смотреть ее покупки, я очень люблю смотреть ее обзоры, все довольно быстро, с хорошей скоростью, в целом она очень такая приятная женщина, мне прям безумно нравится за ней наблюдать. Я подписалась недавно на Катерину Данко, она живет в Германии, сейчас они куда-то приезжают в другую страну, вот, но она... Я вот не люблю таких блогеров, которые всегда вот такие вот позитивные, блядь. Меня этот... У нее реально прикольный контент, в том плане, что она делает обзоры на интересные для меня какие-то вещи, она говорит довольно быстро, но когда она постоянно улыбается, блядь, хочется подойти и уебать. Вот честное слово, меня это так раздражает, это просто невозможно. Возможно, я просто непозитивный человек, поэтому простите меня сразу. Прикольная Коваль Настя, я о ней узнала от Веронички косметички, она тоже делает бьюти-контент, у нее это всякие бьюти-рулетки, Project Pen, косметички месяца, вот косметички месяца мне почему-то не нравятся, у нее смотрите все остальное, мне прям очень классно заходит, причем почему не нравятся косметички месяца, я вам даже сказать не могу, потому что и косметика интересная говорит, она нормально, но что-то, короче, ну, видимо, просто не подходит контент. Из небьюти-сегментов. Я не люблю всякие блоги про путешествия, потому что я, в принципе, не очень люблю выходить из дома, видимо, и поэтому смотреть на то, как люди радуются где-то там на природе, мне не очень интересно, но есть парень, он у меня когда-то работал, он был моим учеником, то есть я его брала зеленым бизнес-аналитиком, вот, ну, короче, со временем немножечко его подрастило, его зовут Юра, у него канал называется Юра Трамп, и он делает просто супер талантливые, очень крутые видео, прям мне безумно понравилось то, что он делает, вот, поэтому, пожалуйста, подпишитесь на его канал, их немного, они довольно коротенькие, но они сделаны так талантливо, что я просто каждый раз кайфую, когда на них смотрю. Я люблю смотреть всякие, типа, исторические факты, 10 фактов о том, 10 фактов о сём, вот, на эту тему очень классно снимает парень, которого зовут Демиос, по-моему, его зовут то ли Сергей, то ли Андрей, то ли Алексей, короче, какое-то типичное русское имя, он живёт в Латвии, по-моему, вот, и реально тоже очень приятный контент, безумно нравится, у него была просто серия видео про секты, это прям просто какая-то пушка, я вам, если вы интересуетесь всякими странными, интересными религиями, я вам прям очень рекомендую на это посмотреть, потому что прям реально очень хорошо, хорошо снято, дальше, я люблю смотреть видюшки про кино, про мультики, вот, так как я взрослая женщина, могу себе это позволить, поэтому я люблю канал Культаса, к сожалению, он тоже опять-таки сейчас очень редко снимает, у него там есть какой-то второй канал, на котором, как я поняла, какой-то типа рекламный контент снимает, но почему-то забросил свой основной, хотя на его основном канале, мне прям очень нравилось смотреть контент, прям прикольно, мне прям очень нравилось смотреть, потом, естественно, Bad Comedian, мне очень нравится смотреть, в переводе Джоша Зо, этого, ностальгирующего критика, но, блин, я бы смотрела ностальгирующего критика в оригинале, но я просто не понимаю шуток, и там же в основном юмористический контент, а когда ты не понимаешь шуток, нет смысла смотреть, поэтому приходится смотреть в переводе, но ребята вроде как довольно талантливо это делают, мне безумно нравится вообще работа команды Джоша Зо, у меня, кстати, хайлайтер от бренда Dior, называется Dior Skin Nude Luminizer в оттенке 01, мне его когда-то подарили, он у меня лежал-лежал, я думала, что я пока не закончу балем, этим пользоваться не буду, но, так как на той неделе я себе, на этой, вернее, я разрешила себе все, поэтому я таким хайлайтером хочу, таким и пользуюсь, так, тушь моя стандартная, маскарал электрофлекс от Пупы, из стран, а еще из обзорщиков, я люблю смотреть Терл Кэббета, я не помню, как зовут чувака, я знаю, что он из города, то ли Копейска, то ли Челябинск, откуда-то из Челябинской области, очень тоже талантливый парень, но в последнее время его обзор тоже, что-то стало невозможно смотреть, не могу даже понять почему, потому что вроде как, контент интересный, он делает обзор на ужастики, я ненавижу смотреть ужастики, но обзоры на них смотрю вполне себе, и раньше, что было как-то с юмором, мемами и всем остальным, сейчас уже как-то немножечко подсдулся, поэтому, если когда-нибудь вы ему что-нибудь напишите от моего имени, пусть докручивает мемологическую часть, так сказать. Смотрю Лупер канал, там типа 10 фактов о том, 10 фактов о сём, у них очень короткие видюшки, в основном, то есть типа до 11-12 минут, но они как-то очень классные и талантливые тоже это делают, поэтому тоже рекомендую. Неплохой канал до кино, у него более такие основательные обзоры, то есть у него там прям до 20-30 минут, на всякие супер популярные и франшизы, и фильмы, и так далее, и парень очень приятно озвучивает, он на радио работал, у него такой голос приятный, поэтому прям тоже рекомендую посмотреть. Старый видик, старый видик берёт все старые наши мультики, к которым мы были привыкли, особенно диснеевские, или наоборот не диснеевские, и тоже пилит на них обзоры. Очень приятный, у него очень приятный голос, у этого парня, к сожалению, вообще непонятно, как он выглядит, кто он что, но в общем и целом, если вы любите мультики из нашего детства или мультсериалы из нашего детства, прям рекомендую, я прям залипаю на его видюшках, мне кажется, я посмотрела у него все видео, связанные с этим. Я люблю смотреть ещё всяких разоблачителей и всякий странный контент, из странного контента мне очень нравится сибирский, он делает видео, короче, он общается со всякими ебанатами на всяких сайтах знакомств и потом выкладывает это в интернет. Конечно, там очень много кринжа, особенно, и очень много каких-то для меня лично неприятных моментов, особенно, когда он общается от имени 15-летней девочки со всякими соседями из ближнего зарубежья. Я взяла пудру подсвечивающую от Кевина Укона, пока не могу показать, потому что мы с вами сегодня закончим бронзу. Потом я наконец-то смогу переворачивать упаковку, потому что у меня тут технические шоколадки. В целом, неплохой контент он снимает, и он каждый раз вначале говорит, простите за видео. Я люблю смотреть разоблачителей, у меня прям целая подборка ребят, которые это делают, к сожалению, они делают это довольно редко, очень жаль, что шёл с Ютуба Принц Петербургский, у него были прям толковые обзоры на всяких разоблач... на всяких вот этих вот пидорасов. Но, тем не менее, было интересно. Поэтому я сейчас смотрю Сашкинца, я думаю, что очень многие о нём знают. Очень приятный тоже парень, он, по-моему, то ли в Питере, то ли в Москве, по-моему, в Питере он живёт. Вот. Моя любимая тональная основа, Минзина, Мэтт Фондейшн, в оттенке 401. Раньше я смотрела Ютубную, она меня начала бесить. Она тоже какая-то, знаете, вот суперправильная в кадре, какая-то вот она фальшиво-позитивная, а меня очень раздражают такие блогеры. Ну, то есть, типа, я лучше буду смотреть вечно недовольную Марину Лакшес, нежели буду смотреть фальшиво-позитивную вот эту Ютубную, я не помню, какую зовут, Юль, Наташ, не знаю. Вот, короче, мне она почему-то не очень приятна. Я смотрю Рындыча, безумно нравится. Гриша, очень талантливый парень, прям, у него очень крутые видео, очень обстоятельно он к всему этому делу относится, прям приятно. Я смотрю Телек-Телек, но я у него люблю смотреть, честно говоря, формат новостей, потому что формат курсов, которые он обзирает, тоже иногда бывает немножечко душновато, и поэтому мне не очень интересно это смотреть, особенно у него довольно медленная речь, вот, поэтому обзор он снимает почему-то максимально медленным темпом. Я люблю все работы хорошо, очень прикольный тоже контент, Олег Асса, очень талантливый парень, прям видно, что вкладываются в продакшн, ну вот, ну, первые, первые, конечно, видео были очень смешными, когда он сам ходил устраиваться, потом он, видимо, стал популярным, его стали узнавать, и поэтому приходится типа пользоваться агентами, но, в общем и целом, сам контент довольно интересный. Короче, я забыла взять карандаш для глаз, но я возьму бронзер от Кевина Коном, не для глаз, а для бровей, вот, и нарисую себе брови. Я люблю тоже обзорные всякие темы на исторические, на исторические всякие штуки, поэтому я смотрю, это интересно, и история по-черному, прикольные прям обзоры они делают, особенно там типа, вот, ой, это интересно, они могут такие типа, один день в Древнем Риме, или почему бы вы не хотели быть там, не знаю, женой султана, ну, короче, какие-то интересные вопросы они поднимают, и их довольно интересно смотреть, правда, единственное, у женщин, там голос не очень приятный, который, который озвучивает эти ролики, вот, и второй, это история по-черному, там вот всякая чернуха, типа, почему вонял Версаль, всякие вот такие вот темы, вот, ну, тоже снято очень хорошо, очень приятный парень озвучивает, короче, люблю такое. Далее, мой тоже один из учеников, приятный солист группы Windows To The Sky, у них есть шикарная песня «Дождь», очень рекомендую послушать, он тоже запустил свой и телеграмм, и ютуб-канал, называется Musication, где он снимает истории любимых групп своих, вот у них вышло 2,5-часовое видео про Радхо-Чили Пепперс, и сейчас еще один ролик, они тоже должны будут запилить, я считаю, что они очень большие молодцы, приятно смотреть, единственное, немножечко затянутые ролики. Также из обзорщиков на всяких инфо-цыган, я люблю смотреть Никиту Работникова, N-Work, очень тоже приятный парень, хороший у него ролики, снимает он с женой, там со всякими скетчами, большой молодец, смотрю еще периодически Лину Дианову, это психолог, типа она клинический психолог, снимает обзоры, у нее в основном про Тиндер, мне у нее безумно нравятся ролики, вот, она прям очень приятно их снимает, плюс у нее есть всякие ролики, типа про мужские стереотипы, что-то там еще, она делает обзоры на Тиндер-анкеты, выглядит это довольно смешно, то есть типа то, что я уже делаю, не знаю, больше года, наверное, в своем инстаграме, и в своем телеграме, в телеграм-канале, добро, кстати, на него пожаловать, она делает это в формате видеороликов, но я думаю, что я тоже до этого дойду со временем, потому что я пока еще не научилась вставлять картинки в видео, вот, поэтому пока вам приходится терпеть, когда я разражусь, научусь это делать, и, собственно говоря, сниму на это ролики, вот, в целом у нее есть еще разборы всяких интервью, где она там такая, типа, вот тут он повернул голову так, наверное, он напиздел, а вот здесь он получает удовольствие, поэтому он говорит правду, ну, короче, какие-то такие ролики, ну, мне кажется, это пальцем в жопу, потому что никакой доказательной базы на это нет, вот, но, в общем и целом, прикольно за этим наблюдать, аллилуйя, у меня закончился бронзор, наконец-то я могу перевернуть, показать вам эту палетку, выглядит она вот так, это, по-моему, Beauty Bible она называется, или Beauty Book, Making Faces от бренда Кевина Куан, вот здесь был бронзер, он у меня закончился, вот это подсвечивающая пудра, и остался контуринг, я сейчас контурингом добью, наверное, контур лица, я люблю смотреть каналы иммигрантов из разных стран, но, к сожалению, сейчас ролика все меньше и меньше, Ленской Бьюти ушла, как я поняла, с рынка, то она сняла пару блоговых роликов, и все, но Beauty Content, мне ее просто безумно нравился, она реально прям очень круто снимала, это было прям нереально приятно, она в целом довольно приятная, и мне нравится, что мы с ней коллеги в какой-то степени, потому что она тоже работала бизнес-аналитиком, ну, короче, я понимала ее логику, понимала, почему она ведет канал именно так, поэтому мне было очень приятно на нее смотреть, и безумно жаль, что она ушла с рынка бьюти, но, тем не менее, я смотрю Тори Чан Ченнел, я думаю, что все ее знают, это девушка, которая живет в Японии, вот, и рассказывает, собственно говоря, про жизнь в Японии, беру Beauty Book Making Faces, вторую главу, chapter 2, здесь Brush, Blush and Define, здесь, короче, темные тени и румяна, я беру вот эти вот холодные розовые румяна, мне, к сожалению, в какой-то момент чуть-чуть подрассыпались, но все равно ими пользуюсь, вот, она рассказывает о Японии, Япония ей нравится, она там живет уже больше 10 лет, она архитектор, рассказывает про всякие странности японцев, но в целом у нее довольно приятный контент, ну вот, очень люблю ее смотреть, я периодически на нее отписываюсь и подписываюсь, но, честно говоря, сейчас я приняла решение от нее не отписываться, потому что, ну, как бы, несмотря на то, что я в Японию пока не собираюсь, но, тем не менее, все равно прикольно посмотреть ее впечатления от других стран, также по поводу эмигрантов, очень прикольно снимает про Турцию GBQ блог, плюс у нее прикольный очень контент по поводу помощи женщинам, которые живут в тяжелых отношениях, она психолог, она проводила несколько марафонов, кстати, оттенок у меня называется Шейдор Блаж, Блаж, у меня такие вот они розоватые, матовые, я ими всегда пользуюсь летом, но, честно говоря, я уже, сколько у меня это палетка, лета три или четыре, все, ну, пробила в них дырки, только потому, что они, короче, собирала крошки от того, что они чуть-чуть подразбились, потому что у меня падала палетка, вот, а так в целом неплохие румяна, кстати, очень стойкие, вечером я их вижу. Дальше я беру свою пудру от Wet n Wild фотофокус, она называется, транслюзом и закрепляю то, что я нахерачила. Дальше, мне нравится канал Стенка, потому что мне, в принципе, нравилась Ксюша Хоффман, то, что на Пушке заменили на Эвиру, Леонору, не помню, как ее зовут, Эвелину, на Эвелину в Пушке очень много чего поменялось и, честно говоря, Пушку после этого смотреть стало не очень интересно, потому что, ну, она очень молоденькая, она не выглядит как какой-то серьезный интервьюер, вот, и не выглядит она как человек, который может кого-нибудь на что-нибудь раскрутить. Понятно, что у Ксюши Хоффман были вот эти интервью, там, где она могла поражать инстасамку, они были, скорее всего, проплачены, вот, поэтому она ее не сильно прессовала, но, в общем и целом, видно хотя бы, что они старались, стенку они тоже делают все с прикольным форматом, мне безумно прям нравится, не то, чтобы за пленом смотрю все ролики, но, тем не менее, я посмотрю. Смотрю, естественно, Slow Slow Cow, плохие песни, очень хороший контент, все остальное я у них не смотрю, я смотрю только то, что касается плохих песен. Еще из такого мне безумно нравится Оля Монтрол, она художница, она, короче, рисует в прямом эфире всякие очень прикольные арты, и у нее есть контент, который называется Criminal Art или Биография Арты, она там рассказывает о всяких популярных, прикольных людях, либо о каких-то интересных криминальных вещах, которые там, типа, произошли, и, собственно говоря, рассказывают, рисуя свои прекрасные картины. Очень классно, я на нее наткнулась случайно на ТикТоке, вот, и она, короче, сказала о том, что, типа, а я еще снимаю здесь, и, собственно говоря, я на нее подписалась на YouTube, потому что очень интересно. И еще есть два обзорщика, которых я всегда смотрю, это Радик и Женек, они делают обзоры на четыре свадьбы, на измены, на немножко как разведены, на обмен с женами, короче, ну, вот такие вот шоу, я сами эти шоу не смотрю, но смотрю через них. Есть еще Ильдар, приятный Ильдар, но он что-то скурвился в последнее время, честно говоря, не очень интересно в последнее время его смотреть, он решил поменять контент, но что-то какая-то хуйня получилась, поэтому плюс ко всему он какой-то очень мускулинный, он очень категоричный, и из-за этого тоже не всегда интересно его смотреть. Я не смотрю Юлика, потому что мне кажется, что он и Кузьму, они супер токсичные ребята, поэтому мне их контент не интересен, а вот Радик и Женек, они довольно доброжелательные парни, поэтому их я смотрю регулярно. И я не смотрю Ютубную Катю Конусову, Ютубную не смотрю, потому что она тоже какая-то очень правильная, такая вот правильная девочка, раздражать такие, и я не смотрю Катю Конусову, потому что, во-первых, очень много рекламы, во-вторых, ну вот она стала какой-то очень неприятной, я вам не могу сказать, почему, какой-то очень неприятной женщиной. Я на нее подписана на проект Шмеля, потому что там новости какие-то печатаются раньше, чем в новостях Москвы, поэтому я на нее подписана, но в общем и целом нет, 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 нет вот, и еще из странного контента который я тоже смотрю это Алена Лаврентьева она живет в Казани она мастер маникюра и дикюра вот, она подолок вот, и она показывает всякие жути, там со всякими скрученными ногтями со всякими вскрош вросшими ногтями обожаю такой контент, я не люблю смотреть всякие анихолизисы, когда ногти снимают я прям не могу, меня прям аж трясет вот, но посмотреть, как вырезают вросшуюся ногти, это вообще прям за здрасть я обожаю такой контент я понимаю, что это звучит супер странно, но я не могу себя заставить на это не смотреть, потому что я получаю от этого очень большое удовольствие вот, в целом это все 52 блогера, как получилось я со временем вспомнила, которые я смотрю к сожалению, некоторые из них очень редко снимают это типа как Максим это Бэткомедиан, который почему-то вообще перестал практически снимать есть ряд блогеров, которые я смотрю в оригинале, потому что они живут в англоязычных странах, мне безумно нравится на них смотреть, и это реально интересно но, как мы поняли мой вкус я не люблю вот этих вот лицемерно улыбающихся, таких вот вечно счастливых блогеров, потому что они блять, раздражают, ну что за пиздец вот, и в целом я вам список оставлю, на некоторую возможность смогу поставлять ссылочки на тех, кого особенно любят вот, и еще я не накрасила губы я сегодня буду с вот таким вот блеском бренда Victoria's Secret в оттенке So Jelly он у меня уже 300 раз был во всяких project plan, но я его покупала в аэропорту, когда летела в Екатеринбург как сейчас помню если сказать, что я не смогу найти на него аналог, но я недавно нашла на него аналог, причем у белорусского бренда там типа за 200 рублей, но почему-то я не могу себя заставить пользоваться этим блеском я считаю, что выглядит очень красиво на губах вот этот вот розоватый, синеватый оттенок, и я кстати забыла еще хайлайтер нанести такой вот ролик у меня получился, ребята делитесь своими любимчиками кого вы любите, кого не любите, смотрите в комментариях давайте мы с вами это обсудим вот, но я не люблю радостных блогеров, еще раз повторюсь я не люблю лицемеров типа Наталина ну то есть типа у нее есть прям реально интересное видео, я в последнее время думаю блин, ну посмотрю, ну может быть мне кажется там прям явно видно, что это рекламная интеграция она отмечает где-то там рекламную интеграцию это или нет, я ее значки нихуя не понимаю не хочу, честно говоря, понимать, но просто сам факт, всем большое спасибо за внимание всем пока, увидимся в следующем видео спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!